здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал геноцид руси по никонову списку значит дело обстоит вот как в одном своем ролике мой коллега и соратник ролик называется вставай страна за битву за москву битва за москву значит дима димов осветил вот такой вот вопрос о смертности военнопленных значит один историк там наш отечественный вот что написал смертность в лагере от голода холода болезни и расстрелов досекала 3-4 процентов в день это значит что за месяц весь состав пленных вымирал за два с половинных осенних месяца октябрь ноябрь и часть декабря вместе с гражданскими пленными составлявшими большинство в лагере умерла 8 с половиной тысяч человек то есть больше ста человек в день запомним вот эту цифру 100 человек в день в среднем в день это пишет борис рунин ополченец писатель один из немногих переживших этот плен 650 тысяч пленных под вязьми большинство их из которых гражданские пленные два с половиной миллиона пленных за лето 1941 года вот такой же значит маленький подсчет был произведен теперь давайте я вам покажу что я нашел кстати ребята зрители и подписчики мои предлагаю вам подписаться очень интересные темы дима освещает очень эмоционально он это все дело рассказывает я удивляюсь я его уже один раз как бы чуть-чуть про рекламировал удивляюсь почему так мало подписчиков ребята смотрите его на интересные ролики посылайте другим в соцсетях чтобы все это дело развивалось а чтобы смотрели люди и знали если вы думаете что это вас не касается то ребята вот что я вам скажу сначала они стерли нашу родословную потом они стерли нашу страну потом стерли наш народ сейчас пытаются стереть память об этой войне то есть ребята смотрите его ролики он очень интересные моменты здесь о войне о стране и вообще об многих интересных вещах он тут рассказывает так ну ладно показываю вот значит есть такая книга никоновская летопись я это конечно никона этого самого так не очень то как бы люблю потому что ходят такие мнения что он там был негодяй ну да ладно давайте я вам зачитаю что тут написано и как случайно он взял и рассказал о тех вещах которые творились с 1361 года по 1371 год все зачитывать вам не буду здесь очень много но на лицо ребята прям какой-то геноцид причем воздействие производилась а по трем направлениям природные воздействия здесь вы можете прочитать и огонь и дождь и град и и и и пожары и что тут и наводнение и что тут только не было второе направление велось а бактериологическое мор сплошняком мор я вам сейчас только что сказал посмотрите цифру вот эту 100 человек в день здесь указывается с цифра закапывали 150 человек в день ребята если там за лето вымерла два с половиной миллиона то если вы посчитаете на количество городов умножите все это дело а еще и умножите на 10 лет то сами представляете какое это огромное число и мне даже как-то непонятно если в 1361 10 лет был ну просто опустошение какое-то шло то то кто же тогда с этими самими монголами в 1380 году на поле куликовым бился понимаете да что значит и само поле куликово враньё и сами эти монголы враньё ну ладно давайте начнем читать вот тут вот интересно и как бы к нашей теме не относятся но я все равно вам зачитаю так той же зимы и приставился архиеписку архи архиеписку так по старому тут написано поэтому извините буду запинаться владыка новгородский моисей месяца января в е день и положен был у архангела михаила на сковородке и по церковь божию и на престоле его сидел и лет тут что-то удалено обратите внимание удалили целую строчку где он сидел и лет чего он там делал что-то было написано чего нам знать не надо вот так значит у михаила архангела на сковородке тусовался поехали дальше так значит я вам сказал три воздействия было но назвал два то есть были природные воздействия бактериологические воздействия и воздействия и психические воздействия то есть тут описывается как друг друга мочили тут описывается один приставился второй приставился третий ну прям я не знаю мор какой-то на них напал так ну ладно в лето такое-то такое-то вот такими буквами тысячу триста шестьдесят третий был мор велик в новгороде в нижнем и на всем уезде его и на саре и на кише и по странам и по властям крохатаху люди крохаху ну харкали люди кровью а иные железой болезноваху день един или два или три дня или мало ныне прибывши и так его умирали себе во все дни и ночи и не успевы и не успеваху живые и мертвых погребать и умираху бонадень по пятидесят по сту человек день и более того же лета бысть стреляние и щебение громное в отвери на соборную церковь и знамения многие и страшная молния и вихры того же лета книги княгиня анастасия приди из литвы со внуком со внукою со ольгердовую дчерью и крестиша и в отвери и того ради крещения просвещенный алексий митрополит ездил в трейд того же лета мор был в переславле болезни же бысицева прежде яко рогатиною ударить за лопатку или по груди противу сердца или между крыл интересно да смотрите говорит про лопатку сначала вроде бы это одно и то же между лопаток но он пишет за лопатку и по груди и противо сердца или между крыл и только разболелся человек начнет кровью харкать и огонь сожжет и разварит и потом тот вели пойдет та же и том дрожь имеет и полежав день един или два а редко того кто бы полежал три дня и така умираху а еще железную боляху не не единакой иному иному и селам и монастырям переславским а прежде того был мор в новгороде нижним и пришед от низу от везде же в новгород нижний а оттуда на рязани на колонну а оттуда в переславль а оттуда и на москву и така разыдется во все грады и во тверь и во владимир и во сузаль так и во сузаль и в дмитров и в мажайск и на волок и во все грады разыдет мор силен страшен увы 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 кто возможно такую сказать и страшную умиленную повесть а на беле озеро тогда ни один жив обретенца то есть прятались на белом озере это значит белое озеро я так пола белом море что ли так ну ладно и быть скорт великое во всей земли и опустела вся земля и по и поросла лесом и быть пустыни всюду непроходимые и полагаха по едином могилу по седьми и по десяти и по двадцати человек ну то есть хоронили по десять по двадцать тридцать человек в одну могилу той же земли той же зимы представились князь иван иванович брат великого князя дмитрий иванович и ну тут вот представились от много короче народу так поехали дальше так того же лета бысть сухмень великий по всей земле и воздух курящийся и земля гореши так поехали дальше 1364 того же лета бысть знамение на небеси солнце быть аки кровь и по нем места черный и мгла стояла с пол лета и зной и жары бяху великие леса и болота и земля горели и реки пересохли иные иные же места водяные до конца и схожа и бысть страх и ужас и всех человек и скорби великая поехали дальше так того же лета пожар был на москве без же тогда сухомей и зной великий вот то же тогда и буря и вихром сильно зело и размеша огонь повсюду и много людей погибли и позже и все погорели без вести быть и то и зовется великий пожар и ежи от всех святых тотчас и разыдется ветром и вихром повсюду того же лета в отвери и ростове мор был того же лета константин с женою и с детьми приставились и владыка петр и княгиме великий анастасия александрова того же княгиня авдотья константинова также семён константинович поехали дальше так того же лета был было знамение от иконы причистые богородицы акироса идешь и в церкви святого петра в славне того же летом мор был в скове того же летом мор был в торжку великим зело быть знамение на небе того же лета был мор велик в ограде москве и по всем властям московским того же лета был мор в волоце велик зело того же лета был мор в Литве велик зело, того же лета был сухмень, и зной велик, и воздух курящийся, и земля гореше, и бысть хлебная дорогов повсюду, ну хлеб, то есть дорогой был, и граб великий по всей земле, и с того людям мряху, того же лета в Отвери был, бысть размере князю Василию Михайловичу, да князю Еремею, с братничем его, со князем Михаилом Александровичем, приудел князя Семена Константиновича, так, 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 ну ладно, долго вам не буду, значит, каждое, каждое лето вот тут вот идет, начиная с 1361 по 1371, Мор, 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 постоянно, на каждой странице найдете, значит, я вот так вот взял, думаю, а что же было в Европе, и набрал вот так вот, эпидемия, эпидемия в Европе, те же самые года, ребята, 1348, по-моему, начало, и пошло, до 1370, Мор, можете сами все это дело посмотреть, причем интересно, обратите внимание, вот это картины европейских художников, но почему-то шапка у него вот больно уж на нашу похожа, видите, да, язвы какие-то, промеж крыл, да промеж лопаток, как писали нам в летописи, так, вот тут даже 1347-1350 эпидемия чумы погибла от трех, от одной трети до трех четвертей населения Европы, вот такие вот интересные, ребята, находятся документы, и что интересно, вот моры тут на облаке кто-то, что они посыпают хлоркой, видите, да, так что на Русь, а я так думаю, что в то время и Европа была Русью, было произведено какое-то невероятное воздействие, причем интересно, вот видите, под мышками все это дело, да, вот тут вот, возможно даже радиация, так что смотрите сами, читайте эту интересную летопись, может быть, читать, конечно, трудно, но я думаю, смысл все равно поймете, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, буду показывать вам много интересных документов, подписывайтесь на канал Димы Димова, и смотрите его интересные ролики, до свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...